ПЕСНЯ Здравствуйте, великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Анастасия Аножко, ведущая этой программы, здравствуйте, Настя! Здравствуйте, Сергей! Настя, Настя, Настя! Глушняк! Сегодня, сегодня глушняк! Я тоже пришла, думаю, надо же обзор прессы делать, как-то даже для обзора прессы ничего не нашлось. Кроме того, что комета растаяла там. А что с ней случилось? Она растаяла. Ее заметили 2-го января. А кто ее подогревал? Солнце! Она летела навстречу Солнцу и была наказана. За это? За это. Но жалко. Хорошо, жалко кого жалко? Нет, нет, не жалко, потому что опасались, что... Вам на стороне неумолимой силы, скажите мне. А, все боялись, что она собьет немножечко Солнце. Солнце? Да, 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 соси, и тогда бы нам бы пришлось прилагать веселье, чтобы это... Хорошо, ладно, не пугайте. Слушайте, знаете что, у нас сегодня глушнячок, и мы чувствуем этот глушнячок, и мы сегодня музыки дадим вам. Ну, так же, как и вчера, впрочем. И вот что, мы, поскольку все время у нас на русском языке шла музыка, русскоязычная музыка, вчера же тоже был Галич, верно? Галич был вчера, да. Галич, а позавчера кто был? Позавчера было воскресенье. Позавчера было воскресенье, в это невозможно болеть. Да, а в пятницу тоже был Галич. Вот. Так что, давайте сегодня что-нибудь нежное. Я уже ставил вам запмаму, я уже потчевал вас запмамой. Запмама это группа девчонок из Бельгии, но они такие разного происхождения. Есть арабские, сирийки есть, есть вот эта девчонка главная, она из Конго, и ее отец бельгиец, а мать африканка Банту, но она жила долго среди пигмеев. В общем, такое, знаете ли, бельгийско-африканская, скорее африканско-бельгийская группа с абсолютно безупречным вокалом, который я обожаю. Я влюблен в эту группу, и по правде говоря, они последние, может быть, лет 10, да больше 10 лет, оверпродюс, они такие перепродуцированные, и их невозможно слушать. Но невозможно слушать, невозможно слушать. Но то, что они делали вначале, прежде чем в них вцепились клещи продюсерские, вот эти глисты продюсерские, когда они делали то, что им нравилось, они были безупречны. Погнали, запмама. Погнали, запмама. Погнали, запмама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Подъем! ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диагноз открытая черепно-мозговая травма Ушиб головного мозга легкой степени Разможжение левого глазного яблока То есть он ему попал в глаз Вот отец пострадавшего, ну поймите естественно у него своя версия Рассказывает так В новогоднюю ночь мой сын вместе с друзьями пошли смотреть на праздничные мероприятия, которые проходили возле губернаторской елки на площади Победы В шестом часу утра, соответственно первого января, да, они возвращались домой На противоположной стороне улицы Горького стояли две машины, в одну из них кто-то кинул снежок Ага, то есть в машину попадает снежок, внимание Это уже серьезный повод Да, но это не раскрашенные милицейские машины, это просто машины Оттуда выскочил молодой человек в гражданской одежде, не в форме Который стал оскорблять сына нецензурной бранью и его друзей Они ответили тем же, а как же, а как же, а как же Они знали слова, они знали слова И они тут же сказали пароль Вот, а тогда, и это был сотрудник уголовного розыска И он набросился на Сергея Зягина Кто как обзывается, тот так и назывался Абсолютно верно Сын довольно спортивный парень, говорит отец Человека, у которого теперь нет глаза Он оттолкнул набросившегося на него молодого человека Тот поднялся Оттолкнул, ааа, это уже трактовки пошли Оттолкнул, я думаю съездил по роже Тот поднялся, значит тот лежал Он достал травматический перстолет И трижды выстрелил в голову сына Сын упал и потерял сознание Один из друзей пытался за него вступиться На сотрудника уголовного розыска Также выстрелил ему в лицо Друг сына отделался потрясением головного мозга В это время два молодых человека Которые находились в машине С данным сотрудником уголовного розыска То есть там с сотрудником уголовного розыска Еще сидели люди Они стояли на... Просто равнодушно наблюдали за происходящим Ну, может, они равнодушны А может быть, они очень переживали А может быть, они подбадривали Кричали, оле, оле, оле Ну вот, они бросились к машине дорожно-патрульной службы Сами друзья Звягина Милиционеры вызвали скорую помощь И увезли в город дел сотрудника уголовного розыска То есть вот того, который стрелял сотрудник Его увезли... На работу Увезли на работу Да, 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 да Вот А этого вот Кому глаз выбили Значит, его... Не дождались они скорой помощи Нет, нет, нет Отец там его повез туда сюда В общем, в областной больнице Отец повез, да И сделали операцию Вырезали глазик ему Вот так А милиционера увезли на работу Более того, значит, справка о медицинском освидетельствовании сотрудника угрозыска Был ли он пьян Он был трез Вот, они выяснили, что он был трез То есть теперь справка Какой молодец Да, какой молодец Он стрелял трезвый Не пил в Новый год Молодец Совсем ничего не пил Молодец просто Сидел в машине Развольно трезвый Трезвый С пистолетом травматическим Это, кстати, к пятничному Вчерашнему, когда мы обсуждали вопрос О ношении оружия, да? Да Кто, когда и сколько с тобой носит Да Мы здесь в Москве живем одним миром А там совершенно, может быть, где-то... Ну, Южно-Сахалинск Это место специально Кто был в Южно-Сахалинске, может быть, позвонить 788-107-0 Южно-Сахалинск, народ Я, ну, не скрою, я жил Но дальше, восточнее, чем Комсомольск-на-Амуре Я не жил Я жил, я ходил в 5-6 класс средней школы В Комсомольск-на-Амуре Жил я в советском районе этого дивного города Который называется Дземги Дземги, Пананайский, Березовая роща Ну, так вот И жевал я в Дземгах, да И нравы там такие, что, в общем Что, в общем, чаще бьют в морду, чем здороваются Ну, или примерно одинаково Это примерно-примерно одинаково происходит часто В морду бьют или здороваются примерно с одинаковой скоростью А иной раз сначала бьют, потом здороваются Иной раз наоборот Ну, правда, строгие были нравы Алло, здравствуйте Вы оттуда, с Южно-Сахалинска Алло, нет, нет, нет А можно спросить Вот группа, как называется Нетрудно Ответьте, пожалуйста Сегодня в виде исключения ЗАП Как? ЗАП 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 Мама ЗАП Мама Спасибо вам Да, пожалуйста, пожалуйста ЗАП Мама Вот Хорошо Значит, смотрите Значит, я хотел... Так уже в Амазоне набивает ЗАП Мама Да Из Южно-Сахалинска никого нет Ну и отлично Нравы там могут быть такие Я знаю одного человека, который поехал туда с визитом И этот визит касался отчасти бизнеса Отчасти, может быть, ознакомительной поездкой был И этот человек вынужденно отлучился из кабинета Где он вел переговоры по бизнесу Он вынужденно отлучился, ему нужно было дойти до машины И он затруднился с лифтом Лифт был сломан Или, может быть, в этот момент приходилось долго ждать И он спустился по лестнице С третьего этажа на первый До машины и обратно Когда он явился в кабинет Буквально через 10 минут У него уже был фингал под глазом Потому что он, может быть, как-то недобро посмотрел Или, может быть, недостаточно вежливо посмотрел А, может быть, вообще не следовало смотреть в глаза людям на лестнице А там стояли люди на лестнице А он на них смотрел А они дали ему порожи за это А потому что... Ну, а что он пялится-то? Что он пялится? А они что, на витрине, что ли? Понимаете? Вот, то есть Южно-Сахалинск такое место Это строгое-строгое местечко Слушайте, кто-то знает про Южно-Сахалинск А может быть, наоборот, это очень нежное место И я зря экстраполирую Позвольте мне вслед за генералом Чекалиным экстраполировать Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы из Южно-Сахалинска? Ну, я там в прошлом году прожил шесть месяцев Вот расскажите, пожалуйста, это строгое местечко? Ой, это милейший город Да? Там абсолютно интеллигентное население А вот если оттуда выезжаешь в область Туда, к рыбакам На берега Но там, конечно, уже посыровее То есть там и бандиты, и там рыбная мафия, и все такое А сам город очень классный Классный Скажите, пожалуйста, вот этот случай, когда на площади Победы Ребята кидают снежок Попадают просто в машину Не раскрашенную, не милицейскую Выходит, милиционер оскорбляет их Они, конечно, мгновенно говорят ему такие же слова И дальше потасовка И он выстреливает и пробивает глаз Это нечто типичное для этого города? Ну, это человеческий фактор Новый год Я думаю, что по России таких случаев было не один и не два То есть это не то, из-за чего выйдут колонны манифестантов? Нет, это нормально? Это не нормально Но для Южно-Сахаринска это тоже ненормально Но Но нас в России из-за таких случаев на улицу не выходят Это правда, это правда, это правда Да, спасибо вам большое Спасибо, с Новым годом вас Взаимно Да Не нас в России из-за таких случаев на улицу не выходят Потому что у него же два глаза Ну, конечно У него еще целый глаз остался У парня этого Да, и ушиб мозга легкой степени Легкой степени Мозг оклемается Второй глаз просто огурцом Совершеннейшим Можно снова еще во второй глаз Возможно, если растренировать, он будет видеть еще четче Правда же? Тут важно, какой глаз ему выбили Все-таки левый или правый Левый Левый? Да Так что он жалуется? У него целый правый глаз Ну, глаз это не рука, Сергей тут Я умоляю У него целый правый глаз Он еще может целиться Ему даже удобнее целиться Не надо прищуриваться Какая милая, правильная Какой правильный поступок угрозыска Какой правильный поступок русской милиции Они выбили ему левый глаз Смотрите, в рамках гуманизма А, он удобнее под правую руку Тому пришелся, милиционеру Выбить левый глаз было удобнее Потому что правый пришлось бы стрелять накрест Смотрите, ленность Ну, хорошо 9 часов 27 минут Двигаемся к обзору печати Подъем Сергеем Даренко Найросен Обзор печати Обзор печати с Анастасией Аножко Печати нет никакой Ну, сайты кое-как живут Но новостей нету У «Известий» сайт обновляется У «Известий» у «МК» сайт обновляется У «Известий» обновляется У «Известий» Где этого «Известий» увидели? Я все зашел А, ну, хорошо, хорошо Я не буду спорить Может быть, я зашел на страничку газеты Ну, не спорьте, не спорьте Я видел «МК» точно обновляется Здесь все точно обновляется Значит, коммерс дохлый лежит абсолютно Труп коммерса Труп коммерса трудно переступать Потому что он громоздок, велик И все время переступает Труп коммерса Все время запачкаешь штанину вечно Ну, вот А в остальные трупы газет Лежат в причудливых позах в интернете Так что пишут, скажите, пожалуйста Да, даже на Ньюзрукоме Видно отдел криминалов Все работают, кроме отдела криминалов и религий Там уже новости несколько дней не обновлялись А в религии последние 2000 лет мало что обновляется Нет, они умудряются содержание все-таки какое-то менять Время от времени А сейчас уже что-то давно ничего не меняется Так вот Обзор прессы Ну что, вам про политическую жизнь Украины рассказать? Или про Белоруссию? Нет, по крайней мере, извините, 13 веков мало что Хотя нет в религии Да, в религии постоянно что-то происходит То и дело что-то происходит Правда, правда, правда Кстати, кстати Этому карикатуристу в Ирландии Который изобразил в очередной раз там пророка Мухаммана Да, и на него Сомали есть Да, позвонили ему с угрозами из Сомали Я так понимаю, что там, видимо, коды распознали И полиция местная не считает это шуткой И об этом, например, в том числе сегодня написала пресса А на Украине начинаются теледебаты перед президентскими выборами А все основные претенденты на президентский пост отказались участвовать Из 18 и 13 человек будут? Опять нет 9 часов 30 минут Новости на РСН Подъем Подъем с Сергеем Доренко На русской службе новостей Перейдем к серьезному через 3 минуты Прежде подчуем вас музычкой Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не надо меня отвлекать, потому что он живет в зоне постоянного антициклона, там дико красиво все время, и нельзя отвлекать... Нет, он сосредоточен на... Очень далеко от Москвы... Он сосредоточен на трансцендентном, не надо отвлекать его на какие-то пахнущие соляркой и свежепорубленным мясом новости. Он все время говорил, что не надо ко мне приставать, я ничего не знаю. Ну вот, значит, и Дарькин... Удивительный Дарькин, поразительный Дарькин, при котором много всего смешного происходит в Приморье, Но самое же смешное, это... Потому что недавнее, вот октябрьское, последнее число октября, это Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения, Екатериновский Денский дом-интернат для умственно отсталых детей, который финансируется из краевого бюджета, там, у Дарькина. Он предложил заплатить за мясо птицы 3000 рублей, русских рублей. За килограмм. За килограмм, да, за килограмм. А нужно было всего 79 килограммов. Да, итого за мясо птицы, вознамерились они заплатить 237 тысяч рублей за 79 килограммов мяса птицы. Люди в интернете мгновенно стали гадать, что же это за диковинное мясо, и насколько оно все-таки, ну, собственно, такое мясо птицы есть. Для умственно отсталых детей в Приморье покупается за счет бюджета. Такое мясо птица есть. Вот, значит, детей кормили канарейками и кокоду, пишет Ниолос. Да, предлагали, считай, что это суббот. Утки по-пекински слишком дешевы для этого, поэтому, возможно, была сгущенная утка по-пекински, пишет... Ой, я не произнесу это имя, оно такое... Да, это субботционное, да. Ху, но потом ру, ну, не важно. Значит, потом паштет из воробьиных язычков. Зачет, зачет, зачет. Все пишут зачет. Потому что паштет из воробьиных язычков, без сомнения, может стоить по 3000 рублей за килограмм. Почему же нет? Рябчик, конечно. Это возвращение к... Это дронт. Это дронт, птицедронт. Это калибри. Возможно, это пингвинятина. Боже, я не стал бы есть пингвинятина. Они говорят, воняют пингвинятина. Воняют рыбой, конечно, и старыми кедами. Пингвины воняют кедами. Это когда они живы, они воняют. Может быть, мясо совсем иначе. Очень хорошо приготовленное поварами детского интерната для умственоотсталых детей. Я бы ни за что не решил съесть пингвинов. Возможно, превращается пингвинятина во что-то божественное. Вы не пробовали пингвинятина в интернате? Я бы ни за что не согласился есть. Я не содержался в екатериновском интернате для умственоотсталых детей. А я бы после этой новости, если бы я была там проездом, обязательно бы посетила бы. И посмотрела бы, чем их кормят. Фуагра. 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 Фуагра – это не мясо, это печень. Это печень, конечно А надо мясо, птица, поймите Это печень 79 килограммов 79 килограммов, ну не важно, это Дарькин Это Дарькин, так вот мы спрашиваем с Настей А можно при Насте спрашивать меня И смотрите мою максимум Я вам заявляю тезис, который я готов защищать С оружием в руках, вот здесь в студии С микрофоном, у меня микрофон используется В виде оружия, у меня был мотоцикл В виде оружия, отчего же микрофону не сделать С оружием, так вот слушайте Я готов защищать, что нет, нельзя Нельзя, нельзя Потому что система Неофеодализма Устроена таким образом, что назначение ЦИС-центра Сколько угодно приличный, даже если у него Обнаружатся тамошние корни какие-нибудь Он потом, через очень Короткое время, дает интервью Собеседнику Да, как Никита Белых Нет, это была Комсомольская правда Комсомольская правда Варсобину, конечно, Владимиру Варсобину он дал интервью Автору из Комсомольской правды Потому что разочаровался в народе Значит, даже если вы пошлете туда светлого, совершенно совершеннейшего агнецы Даже если вы пошлете туда Людмилу Алексееву там, я не знаю Руководить, представьте себе, что вы Людмилу Алексееву посылаете руководить Приморьем Через очень короткое время к ней подъедет Владимир Варсобин из Комсомольской правды И она честно ему скажет, что она готова тут вот перейти к децимации, расстреливать каждого десятого или что-нибудь в этом роде, понимаете? Потому что, а люди звереют с этим удивительным, гостеприимным, трудолюбивым народом, понимаете? Нет, понимаете, по поводу Даркина и... А я отвечаю, чтобы держать регион, чтобы держать регион Нужно держать там очень серьезные слои Во-первых, нужно держать там мафию Держать мафию, внимание Держать мафию, которая полусерый, полубизнес, полуолигархи, получерт его знает Полунарко, полуофициальные, получего не поймешь Вот эту всю шоблу надо держать, шоблу держать А что это потому, что иначе... Нет, вы не можете... Подождите, нет, мафия это какое-то самоценное отдельное явление Оно существует, ну как, представляете, вне государства, теоретически Она там рождается вне, а потом государство... Нет, моя замечательная сподвижница Нет, моя сподвижница, нет, конечно, ровно не так Подождите, подождите Может быть там очень хорошо, в Приморском крае, я вот там не была, может быть там все светет Мафия и элита, это одно и то же Это одно и то же А можно сделать так, чтобы это было разное? Нет, 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 нельзя, нет Почему? Потому что тогда надо революцию, тогда надо революцию, нужна сила извне А это же святость трона, которая самооценна отдельно Вот вы назначаете человека, неважно, он не имеет влияния в регионе Давайте по-честному проголосуем сейчас во время рекламы короткая Значит, у меня к вам вопрос простой, как божий день Вы президент Российской Федерации Ну, на короткое время можете себе в каком-то страшном кошмаре в... Тем более, каждый гражданин Российской Федерации может стать... Это птица из аватара, пишет Сергей Одинцов Спасибо, Сергей, правда здорово Это птица из аватара, помните? Нет, я не посмотрела А, что же вы так пропускаете время? Ну вот, слушайте, меню составляли умственно отсталые, пишут Товарищ Сталин, вы большой ученый Хорошо, значит, слушайте, вы президент, потому что в страшном кошмаре допустите мысль, что вы президент России, например, на одну минуту, да? И вам надо назначить человека на Алтай и человека на Приморье Так Вот вы назначаете тех, кто держит ситуацию в этом неофеодализме А что, по-вашему, значит, держит ситуацию? Да он держит, ребенок держит Что такое держит? Держит, 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 значит, не каждый день там все взрывается Не каждый день, понимаете? Нет гражданской войны Не каждый день взрывается, понятно Да чудом держит, чудом, чудом держит регион Держит Значит, вы назначаете того, кто держит регион 660-691 Первое Второе Вы назначаете чубрика, очкарика, ботаника, скрипача и пианиста туда, отсюда, из Москвы Которые нихрена держать регион, возможно, не смогут Там начнется стрельба, его самого грохнут, друг друга перестреляют Дурка начнется, понимаете? Но он честный, хорошо Вы назначаете очкастого какого-то Из Москвы 660-692 Или вы назначаете Вы назначаете тухлого Тухлого бандюка, кого хочет Который держит регион Держит регион Ясно, что такое держит? Всем ясно, что такое держит? Всем ясно Значит, вы президент России Вы назначаете того, кто держит регион 660-691 Да? Кассу там держит, вообще все держит Или вы назначаете очкастого ботаника туда Моё сознание абсолютно бунтует против Не надо, спокойно, спокойно Мамочка, не была никогда какой-нибудь Нет, но я не была, да, в этом ужас Умница, умница Никогда не была начальницей? Нет, не начальницей, не в Приморском крае не была А я тебе скажу, что такое начальником быть Значит, ты говоришь Я сажаю на этот сектор человека И он мне его держит, ясно? И все Я не думаю, ночами в поту не просыпаюсь А там хорошо живется? Что значит держит? А в чем функция губернатора? Чтобы сделать что? Чтобы держать для меня регион Как направление Все, главное, что он его держит Точка Все Слушай, она мне сейчас всю кровь идет Слушай, значит, подожди Мы можем остаться на минуту рекламы? Конечно Все, через минуту я вам скажу результаты и обсудим Подъем Я останавливаю это голосование Спасибо большое всем, кто позвонил Вот, смотрите Назначают Берникова снова на Алтае На Алтае Берников, как мы знаем Был Был В каком-то сосредоточении Таком Медитативном Трансцендентальном Он не знал ни про охоту Ни про архаров Ни про горы Вообще ни про что Ни про Кособкина Ни хрен ничего не знал Кататоническое Кататоническое гибифрени Кататония Следующая за гибифренией Да, такое Ну, они бывают, да И не следуют друг за другом Гибифренией, когда человек смеется Да, да, да Кататония, когда он делался овощем И это примерно Берников Потому что он делался овощем И не знал про архаров Ни про что Его переназначают Теперь Ввиду его кататонической гениальности Я бы сказал Правически кататонической Да, мне помогают слушатели Леонид написал Анастасия, держать регион Это оставаться на хозяйстве Когда отсутствует А хозяин все время блистать Но отсутствует Потому что он находится далеко Понимаете? Ну вот Он держит регион Все Значит, внимание Не отвлекайте меня И Дарькин Который покупает Там, я не знаю У него бюджет Покупает по 3000 рублей Мяса птицы Для интерната Для умственно отсталых детей Ну и много чего еще делает Дарькин Прославившийся в веках Подобно Богоравный Дарькин Значит, я спрашиваю Вы президент России Есть человек Который держит регион Вот держит там Бандюков Чинуш Как-то он там Стал точкой согласия Он стал там Точкой компромисса И вы такого и назначаете Потому что вам там Гражданская война И дурка не нужны Значит 43,9% Да 56,1% Нет Мы бы все-таки Какого-нибудь Честного Очкастого парня Такого Напослали Который бы вот Сидел бы там И бубнил Все по правилам По закону И по порядку Ну я думаю Ну я думаю Что реально Ничем бы вообще Не управлял Понятно, да? Угу Все бы крутили У виска И говорили Наш Додик Наш Додик Наш Пентюх Пентюх Или Додик А как же святость Престола? Престол далеко Губернаторского Или как там Губернаторского Нет Престол Престол в Москве Престол в Москве Он один А у губернатора В рамках разнузленности Побаловались Теперь серьезно Приморье и Алтай 788-107-0 788-107-0 Смог бы У вас бы В Приморье И на Алтае Очкастый ботаник Очкастый скрипач Очкастый пианист Пухлощеки Хомячок такой Да почему? Ну может военный какой-нибудь Чего это? Военный Какой-нибудь генерал Военный Запьет По Ульяновску Который не запьет Как это? Лучше Шаманова Все равно не найдешь А Шаманов непримерно запьет 788-107-0 788-107-0 Если вы от Тедова Позвоните нам И признайтесь Может ли вас держать Какой-нибудь Изумительный Очкастый пианист Алло здравствуйте Здравствуйте Я из Алтайского края Вот скажите пожалуйста Бердникова переназначают Не ну там же был один очкарик Который успешно грохнул Именно потому что он Именно так как вы говорите Себя вел Ну да Ну да Ну хорошо нет Давайте вернемся теперь Сейчас сюда Там что Действительно большие мафии Там большие Что там нужно держать Вот например Вы поехали туда Губером Вот вы говорите себе Такой листик маленький В клеточку Первое, второе, третье, четвертое Что делать? Как держать этот регион? Не мешать просто Не мешать Потому что он стал Очень активно мешать Там люди грабили заводы Распродавали там Линии технологические Он хотел это все поднять Его успешно убрали А как так Чтобы не мешать И чтобы Сколотить состояние Ну хотя бы какие-нибудь Жалкие 50 миллионов долларов Надо же участвовать Принять участие Если ты хорошо не мешаешь Тебе сами все придадут и дадут Скажите Скажите Как вас звать Я не могуtech Меня зовут Алексей Алексей Простите Я хотел сказать Что вы Исповедуете Самую Крайне Средину Ветвь Даосизма Ведоос Да нет Вообще Всем нам Алтайцам Очень жалко Этого человека Который пытался Там что-то сделать Потому что Бардак несусветный Регион бедный Вы про Евдокимова Все видели? Ну конечно Понятно Но он же ваш тоже а скажите Я говорю А вовсе не местный варяг? Нет, такого на духу не примет никто. Не примут? Конечно. Исключено. Если он, конечно, не будет выполнять все требования местной элиты. Он будет выполнять. Ради бога. Будь ты хоть негром. Сиди и не мешай, но мы сами все сделаем. Сергей, я... Да, негр даже и понаряднее как-то. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Я просто набрала фамилию Даркин в гугле, Сергей. Да. Я такие вижу на меня вываливающиеся цитаты. Вот ведомости, например, просто тут не статья, тут просто коробка старокой. Дарькин идет на поправку. Я даже не вижу даты. Сергей Дарькин, прилетев в Москву, получил заверение, что пост пока сохранит. А вот его окружение от уголовного преследования спасти не удастся. Это просто одна из фраз из тысяч статей. Вот в труде, пожалуйста, там еще в 2007 году. Дарькин теряет лицо. Зашатал из кресла под дальневосточным губернатором Сергеем Дарькиным. Слухи о его отставке. О том, как он выиграл выбор... Еще, еще, еще. Да, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас звать? Меня зовут Александр. Да, Александр. Я удивляюсь, что вы все время хотите скрипача или военного. А кого же еще можно? А на Добромовича. Он пошел в Чукотку и там все сделал так, как он хотел. И никому там не подчинился. И никому ему... Абрамович, объясню. Там 70 тысяч человек на Чукотке. 70 тысяч всего населения. Каждому по мешку сахара. И они хэппи в плечении следующего месяца. Ну, вы думаете, у него не хватит в Камчатке? На Приморье? Да. У него скорее... Дело не в деньгах. А дело в том, что нам тогда нужно 80 Абрамовичей, во-первых. А что, нет, что ли? Как способ. А есть? Ну, наверняка есть. Нет, на 10 запнемся. А надо только начать. Надо попробовать. Потому что не надо очкариков, музыкантов. Надо умелых людей. Хорошо, Александр. Они сейчас делают следующее. Они берут из местной элиты компромиссную фигуру, которую кланы более-менее готовы, ну, не убить, скажем... Это значит... Не убить на первой неделе, да. Вы не понимаете ужаса всего, что вы сами сейчас сказали. Вы говорите. Москва, ну, или как хотите там называть, центр, Казахстан, идет на поклон к мафии и говорит, я с тобой справиться не могу. Делай, что хочешь. Нет, Москва... Только не поднимай бунт. Москва дает ярлык. Москва дает ярлык мафии и говорит, делай мафию, что ты делаешь. Только не поднимай бунт. Продолжай вовремя опускать в урну... Москва дает ярлык. Я скажу, что Москва дает ярлык. В феодальной элите, не в феодальной элите, той компромиссной фигуре, которая там более-менее разрулит. Феодальная элита может быть аристократической, а может быть бандитской. А может быть мере. Не надо называть ее элитой, и тогда не возникнут ошибки. Это никакая не элита, это бандиты. Александр, хорошо, мы на месяц сейчас, мы на минуту должны сейчас назначить на место Берникова и Дарькина человека. Поехали. Значит, а нам надо таких 80. Просто мы должны понимать, что если мы избираем метод, он должен быть универсальным методом. Абрамович не катит. Да, да, у Путина есть наверняка список на 80 очень богатых людей. И пусть назначают. Там есть у него этот самый, ну кто в Дагестане самый богатый. Да, 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 Керимов. Керимов едет в Дагестан. В Дагестан. Этого туда, этого сюда. Руснефть, Гуцериев едет в Ингушетию. Вы согласны, что у Путина список есть такой? Не согласен, что на 80. И не согласен, что Сергей Пугачев покинет Бьярец. Он ни за что не захочет покинуть Бьярец. Все-таки, вы знаете, Гасконская... А разве нельзя управлять Бьярец? Гасконская басовская кухня столь хороша, что покинуть Бьярец. А разве у Путина отсутствует способ сделать такую, как сказать, предложение, от которого богатому человеку невозможно отказаться? Думаю, отсутствует. Думаю, отсутствует. По одному присутствует, а если 80, отсутствует. Спасибо большое. Меняем тему. Меняем тему, меняем тему, меняем тему. Свежие чашки, свежие чашки. 9.55. Погнали. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. На рынок 10 секунд, ребят. Прямо мгновенно вам говорю. Доллар 1.44.69. Доллар резко упал со вчерашнего. Резко. Вчера мы с вами видели доллар на 1.42.80, на 1.42.70. Сейчас 1.44.70. Внимание. На две фигуры спокойненько упал доллар за ночь. Так? Это первое. К евро. Естественно, к евро. Дальше. Золото на 1121.90. 1121.90 за унцию. Нефть пульнула вверх. Счастье. Русским не надо работать. Русским не надо работать. Понимаете? Главное. Главное. Не совать никуда руки. Оно само. Оно само. Счастье. Господь любит. Бог любит Россию. С нами Бог. Смотрите. 81.75 нефть. 81.75. Кому-то понимаете, это Texas Light за ночь. Понятно? Натуральный газ. 5.77. Неизвестно за что. За гигапарсеки. Я не знаю. Мне плевать. Значит, все растет. Топливо растет. Дальше. Яху. 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 Смотрю. Финанс. Доу-Джонс. Плюс полтора процента. Насдак. Плюс 1.73. Никей уже открылся. 0.25 вверх. Шанхай. 0.4. Шанхай старый у меня. Смотрите. За декабрь. Значит. Гонконг. Неважно. Гонконг. Полтора процента вверх. Тайвань. 0.04 вверх. Корея. 0.33 вниз. Но это не очень выразительно. 0.33 всего вниз. Русские бумаги. Прут как сумасшедшие. 6 с лишним процентов сделал в Эмпелком Билайн. И 3.74 процента за ночь сделал МТС. Мы пьем. Они дорожают. Все прекрасно. В движении. О! В какое движение? Слушайте. Давайте тогда на спорт сразу могем. Если у нас нет каких-нибудь. Давайте на спорт. Сережа-пастушок. Поехали. Рай-патушок Сережа. Сережа-пастушок. Время хорошо. 10 часов 4 минуты. Вторник. Пятое января. Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая для программы. Настя, пошли, пошли, пошли. Погнали, 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 погнали. Слушайте, а мы даже подчуем же музыкой в связи с праздниками всех. Правда же? Да, правда. Вот. И я думаю, сейчас продрали глазки очень многие. В 9 же не все начали слушать. Продрали глазки и чувствуют какую-то нежность к себе. Знаете, такое вы испытывали чувство похмелья? Конечно. Скажите, вы испытываете в момент похмелья нежность к себе? Мне кажется, что вы такая нежная, пушиночка, чтобы вас... Что меня легко ранить, да. Что все должны как-то понять, почему я положу. Хочется сладенького, хочется... Полежать. Какого-то совсем вялых ласк каких-то хочется. Хочется полежать. Полежать. Хочется, чтобы все прошло скорее. Да? Да. Нет, нет, нет. Вы должны этот момент постичь. Вы должны этот момент постичь и зафиксировать в себе, что прошло. Если в этот момент пройдет, вам придется снова напиться. Нет уж, вы насладитесь за свои, мы говорим, свои страчные копеечки. Вы насладитесь до конца и похмельем тоже. Ну вот, давайте поговорим. Но тут у меня песенка, которая вечерняя. Она говорит о том, что за ночь, перед ночью нужно настроиться на позитивный лад. Ну, плевать, давайте с утра настроимся на позитивный лад. Ура! Вы мои друзья. Да, 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 да. Иногда у нас есть какие-то проблемы. Да, да, да. Да, 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 да. Но, you know, now it's time for change. Да, да, да. И единственное, что мы должны сделать, мы должны быть позитивным. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Подъем! ДимаTorzok 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 Настроена очень положительно. Давайте Алису вызваниваем. Белорусы правы, белорусы правы. Вот давайте попробуем вызвонить прямо Алису, которая нам написала смс на плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Сто один, сто семь и ноль смс по девятьсот двадцать пятому коду. Попробуйте позвонить. Алиса снабдила свой телефонный номер таким количеством пятерок и шестерок, что мы совершеннейшим затруднение. Они мельтешат перед глазами непрерывные пятерки и шестерки. Алло? Алло. Пятерка желтая, земли. Я вас слушаю. Здрасте, здрасте. Здрасте, Алиса, как вы поживаете? Поживаю, слушаю ваши передачи. Да, обоснуйте, пожалуйста, обоснуйте, обоснуйте. Вчера вы не слышали? Нет, вчера ты бог не слышал, вчерашнего дня нет, он, вернее, остался в вечности. А скажите... Надо считать, кто кого, что. Это наши друзья, это славяне, белорусы, украинцы. Это без сомнения. Кто-то может быть вместе, а наша власть делает так, чтобы все это разъединить. И вы... А скажите на секундочку, ну давайте, ну Алис, ну я вас смотрю, теперь, когда я изоблечен, наконец выволочен на свет, со всеми своими рубящими, гнойными, язвами и так далее. Да, конечно. Все, вы меня выволокли, все, 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 и ейной мордой в хорю тыкали меня. Спасибо вам за науку, теперь я спрашиваю. А болгары не славяне? Болгары? Ну так себе. Ну так и не так. Ну не, 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 не так. Все-таки... Они к нам не входили. Куртигура, Куртигура, Куртигура подкортили, Куртигура подкортили, да. А с Оливьевы тоже не правы. А как же это? Нет, они берут больше, чем им нужно. И перепродают. Ничего подобного. Какого черта таможенный союз делать тогда? Так когда откроется там... Подождите, ведь это с даты союза. А чего же мы заранее-то должны раздавать салат? Нет, ну я поражена. Я тоже, я тоже. Я поражен, потому что в вас, Алиса, логика любви. А во мне логика бизнесмена. И в этой логике я думаю, что если мы будем следовать все время в логике... А, вот, извините, Алиса, если позволите, я верну вас к терминологии. В вас безусловная материнская любовь. Вы любите их безусловно. А во мне обусловленная отеческая любовь. Я люблю их за пятерки. Понимаете? Отец часто любит за пятерки, за то, что сын научился хорошо свистеть, например, и лихо кататься на велике. И еще что-то. Отец часто любит обусловлено. А Алиса вы любите как мать. Безусловно. Что бы оно ни сделало... Все же мала детина. Все же мала детина. Ну что же оно... Оно же хорошее такое. Все плекает, тяжелое. Оно же, да. Оно же свое. И все. Она его и любит, и все, Лукашенко. И говорит, что все мала детина. А Серафим говорит, а Болгары члены НАТО? Да я знаю, что они члены НАТО. А поляки разве не славяне? Самые, что ни на есть, славяне. Самые, что ни на есть. И так далее. Чехи. А Словакии. А славянцы. Ну, финногоров мы должны тоже привечать, потому что... Финоугры нашинские. Финоугры нашинские, конечно. Миря по-настоящему. Они думают, что они венгры, а мы про них все знаем. Они тоже наши. Правда же? Афины, Афины, Афины. Они думают, что... Да наши люди все сплошно. Они думают, что они... А все остальные здесь ходили, здесь окурков набросали, эти прошли. Германцы, вся эта сволота прошла. Через нас же все равно, через украинские, наши русские степи, имеется в виду, прошли они все. Понимаете? А одни не наши люди кельты. Поэтому мы можем все обняться. Кельты всю дорогу там заранее сидели. Кельты в засаде. Они в засаде сидели кельты. Рисовать газ друг друг друга. Единственное, кто не наши, это кельты. Давайте раз дадим всем решительно, ну кроме кельтам, Волонсам не дадим, Валахам не дадим, Уэльсам не дадим. Все. Правильно? Поехали дальше. Обзор прессы. 10.23. Обзор печати делает Анастасия Аножко. Маленький обзор, микроскопический. Да, Реановости сообщает, Газпрому не придется доплачивать за транзит. Замглавы нафтогаза об этом сказал. И вот Газпром не будет доплачивать ежемесячно эту разницу. Кроме того, у нас сейчас уже начались поставки нефти в Белоруссию. В общем, такие сырьевые новости сегодня. По большей части, как раз вот Сечин, то, что мы сейчас только что обсуждали при разговоре с Владимиром Путиным, предложил не продавать по сниженной цене нефть. Сечин предложил по сниженной цене дать нефть столько, сколько белорусам надо для себя, а не для того, чтобы они перепродавали. Вот и все. Не надо спекулировать. Интеррао. Спекули нашлись тоже. Угроза Минска по энерготранзиту в Калининград это шантаж. Это тоже вот такая сегодняшняя, вчерашняя новость. Интеррао ЕС считает неприемлемым поведение белорусской стороны в отношении проблемы транзита электроэнергии в Калининградскую область. Об этом сказал официальный представитель Интеррао Борис Зверев. Белорусские энергетики сообщили об этом в понедельник. Ну и расширение, вот смотрите, в РИА новостях. Дело в том, что белорусские представители начинают поднимать в СМИ тему ограничения транзита электроэнергии, и мы не можем это расценить, иначе как шантаж. А наши сказали, что там хватает, если разобраться электроэнергии, и на самом деле есть там электроэнергия. Она там складирована где-то в больших-больших коробках. Есть, а в долгую, как вы говорите, возьмут... В больших-больших коробках. Нет, они будут добывать электроэнергию прямо из Калининградской земли. Сочится электроэнергия там, да. Из Балтийских... А слушайте, а вот эта вот роскошная фраза из аргументов, вы... Да, я хотела... Это совсем запределенно. Совсем запределенно. Нет, нет, да и стилистика, просто начало статьи привлечет ваше внимание. Послушайте, аргументы и факты на сайте, 11 часов назад примерно. Добрым почином отметился городской департамент здравоохранения Нью-Йорка, в скобочках США, точка. Да. В городе... Ну, вот просто ради этой фразы я хотела. Ну, я не знаю, сколько лет корреспондент, который писал, но информация очень тоже любопытная. В городе официально издано пособие для наркоманов, как правильно колоться, сообщают медновости. Это пошаговая инструкция по введению наркотиков в организм. Авторы брошюры учат читателей правильно находить вены и так далее. Ну, там, я не знаю, то ли это, знаете, бывают тонкости перевода, дальше цитаты приводятся абсолютно, правда, кажется, совершенно глупые. Настя, ну, эти газеты, газеты дурацкие, ничего не пишут все равно. Давай музыку слушать. По-моему, арабское еще место, что-то арабское. Шуш, шуш. Шуш, это по-арабское, по-арабское. Шуш, это по-арабское. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подъем Подъем Субтитры создавал DimaTorzok Выложили только что дивную историю про закупки Закупки, смотрите, еще один исторический документ найденный Он годичной давности, но выложили его только что, потому он был годичной давности Но он лежал где-то, знаете ли, как археологическая древность Весь покрытый прахом прошедших веков Это запрос котировок на осетров живых для санатория имени Дзержинского Это ФСБ, санаторий ФСБ Они в Адлере, да? Где они там? Да, да Они в хорошем месте А санаторий имени Дзержинского Запросил осетров живых И 250 серледей Они относятся все равно, потому что, вот смотрите, идет То есть серледи тоже живые И тоже в названии этого самого конкурса они фигурируют в качестве осетров И не напрасно Значит, смотрите А заявка только одна, и тендер был продлен Но так и осталась одна Ее направил, собственно, победил государственный племенной форелеводческий завод Адлер А форелин, это, знаете ли, все-таки лососевые Вот И лососевый завод Адлер получил право поставить в санаторию 100 сетров живых и 250 серледей Как вы думаете, они год назад их поставили? А за полгода до этого прокуратура обвинила главбуха завода в том, что он украл и отмыл около 25 миллионов рублей Воспользовавшись доверием директора, по форелиям Пабий Вот, то есть, видимо... Соболюк! А кто Соболюк? Там все хохлык, это ужасно, смотрите Соболюк и Бабий А кто Соболюк? Ну, а еще есть преступная деятельность... Самый главный преступник Пантелеев Пантелеев АП, смотрите Преступная деятельность Пантелеева АП была пресечена в результате оперативно-развызгных мероприятий Проведенных сотрудниками УНП ГУВД по Красноярскому краю Вот так-то Похищено 24 миллиона 612 тысяч 816 рублей 46 копеек 46 копеек Похищено в результате деятельности Пантелеева АП Пожалуйста И все А теперь, когда они избавились от нечистого, от Пантелеева, они избавились И теперь они поставляют 100 осетров живых и 250 стерлядей на санаторий имени Дзержинского Их и сегодня можно видеть прогуливающимися по аллеям Кого? Ситров И стерлядей Стерлядей По две с половиной на каждого сетра По две с половиной стерлядей на каждого сетра Кому две, кому три Вот так вот Да, да, да Слушайте, значит Это свежая новость о годичной давности закупки, но ее только что выложили в интернете вот мгновение назад И мы ее тут же обнаружили Давайте, давайте, значит Вы что, для бедуинов делаете программу? Послушайте Для вас Для вас Для вас Для вас Для нас Вы чего? Эй, у вас голова квадратная? У вас помещается музыка арабская и всякая такая? Она помещается у вас? Или у вас голова квадратная? Значит, может быть вы столь взыскательны, что хотите Индию, так будет вам Индия Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok A-R-C-H Арч, да Да, как Арч Архнадзор.ру Зайдите, посмотрите Они совсем серьезно погорели Им вещи собирали для детей, беременной женщины Там одна из них Потом там какие-то, ну и мужчины тоже Вдобавок погорели А сегодня там у них собирается Какое-то общественность Прямо вот у пожарища В 11 часов, но я думаю, что Сказать почему? Пятая радиальная Что почему? Потому что стены остались Все можно восстановить Вот, вот Они собираются Смотрите, они собираются не для того Чтобы рвать на себя волосы Они собираются для того Чтобы призвать вас к солидарности Потому что сожженную дачу Муромцева Еще можно восстановить Они говорят, что стены остались Да, фотографии выложены Пятая радиальная 11.00 Москва Значит, пятая радиальная Дом 3 В 11.00 Сегодня Общественным транспортом Метро Царицыно Выход в сторону ГМЗ Царицыно Автобусы 289 761 756 И 203 Остановка 6 Радиальная Две остановки От метро Царицыно Насколько я понял Да Да И еще я хотела сказать Что тут телефоны Даются активистов На лайф-джорнале Брель-Брель Ну, пользователи Брель-Брель Он дает телефоны Болдырева-старшего Там, в общем, это семья Болдыревых Которые там, собственно, этот музей Ерофеева организовывала Кто не сможет подъехать Наверное, мало кто из наших слушателей Туда действительно поедет Но можно участием Каким-то деятельным помочь Позвоните Зайдите на Брель-Брель Или Брель-Брель Ну, неважно, значит, с подчеркиванием Зайдите, там висят телефоны Вы можете присоединиться, если можете Если можете Если есть силы Если есть энергия Можно восстановить все Можно все восстановить Можно оставить дачу Муромцева Загляните хотя бы на фотографии Очень интересное здание Деревянное Необычное И, ну, если вы хотите, чтобы там стояла спецтехника А потом Если вы хотите, чтобы там стояли бульдозеры Вообще там удивительный угол Москвы Я вам скажу На месте этого сада Старого сада Да, там сад Там деревянные дома Там необычная планировка Посмотрите хотя бы на карту Зайдите Пятый радиальный Посмотрите С высоты птичьего полета На это место Да Оно совершенно уникально В общем, призываем вас Призвали? Да Призвали Значит, все Через 15 минут там начало Зайдите на Брел-Брел Зайдите на Архнадзор.ру Брел-Брел В LiveJournal LiveJournal.com Архнадзор.ру Это сайт отдельный И, ну, там Реплик Реплик вот этих сообщений Из Архнадзора Очень много тоже в ЖЖ Хорошо Давайте Давайте Остановите меня, пожалуйста На какой-нибудь теме Дебаты Чуров признал Не необходимыми История Украины О том, что Воронеж Украинский город И русские оккупанты Захватили там Черт его знает И все время все захватывали Негодяйским образом Это в учебниках украинских Петрик Который Позор Как это сейчас я прочитаю Позор Единый позор Какой-то кто-то написал Что он позор На мой взгляд Он портрет времени Тогда уже позор Тогда уже позор Собственно говоря Времени Позор времени Позор Ну а почему Новому средневековью Позор Позор мракобесию Позор мракобесию А всегда такие личности есть? Есть всегда Возвышаются не всегда Возвышаются согласно эпохе Возвышаются не всегда Чтобы вы понимали Наши слушатели В большом городе Была большая статья Там коммерсантовский Корреспондент побеседовал И вы думаете Петрик Это такой чудак Ну может быть Кому-то показал Такие фильтры Петрик Один из богатейших людей Свой санаторий По которому Курсируют машины То есть Это большая-большая территория Под Петербургом Где он коллекционирует Майбахи Ламборгини И другие Изысканные автомобили В институте У него появилась Первая Волга Он дружит с Грызловым Он говорит Что Грызлов Его сподвижник На ученый Великий ученый С которым они Корпели там В лабораториях Вот И все время Обещает показать фотографии Но не показывает Никакого Грызлова Молодого Который Он говорит Молодым еще Из молодых ногтей Здесь Грызлов Все время в лабораториях Как будто бы Если и когда Состоится Счастье Петрика Уже окончательное И к Майбахам Он сможет Присовокупить Еще Может быть Такое достижение Как 15 триллионов Рублей 15 триллионов Понятно да Полтриллиона долларов Значит на то Чтобы На программу Деньги к деньгам Деньги к деньгам На программу Чистая вода Для России То есть Вся страна Получит его Очистные Какие-то сооружения Специальные В результате чего Полагаю Он сможет Обновить Парк Майбахов Как-нибудь Совсем фундаментально Может быть Нагнать целые Стай Майбахов Понимаете да Ну вот Нет ладно Хорошо Сейчас Сейчас Я хотел бы Обратиться еще К одной теме Совсем сегодняшней Впрочем Вне временной Сегодня читаю В испанской газете Эль Паис Кармен Санчес Сильва Пишет Журналистка О том Как женщина Получает на 20% Меньше мужчины Зарплату Там у них В ЕС У нас это невозможно Ну я абсолютно убежден В этом Вот У них там В ЕС И в Испании В частности Женщина Получает на 20% Меньше мужчины Но оказывается Что с рождением Ребенка Женщина еще Теряет То есть при следующем Или там Продолжение работы Все равно Она там Меньше То есть женщина И так Нет Женщина и так И так Получает меньше мужчины Так и так Значит дальше Она рожает Первого ребенка С 25 До 29 Лет Написано Ну так написано Извиня Ну средниц Не надо придираться Первого ребенка Испанка рожает С возрасте 25 Тире 29 Ну чего я С недоверием Ну я то что Причем тут я Значит хорошо Она И тут же Она теряет Зарплате Еще существеннее Чем прежде Она теряла Значит там Берется группа Испанок Которые не рожали Вовсе Ни первого Ни второго Никакого Вот они Постепенно Снижают Разницу С мужчинами Коллегами Своего поколения К 40 годам После 35 Они постепенно Разницу снижают То есть они постепенно Начинают догонять Мужчин в зарплате Но только в случае Если у них действительно Нет детей В случае есть То есть в случае Если нет детей Разница в зарплате Потихонечку Тает В случае Если есть дети Разница в зарплате Потихонечку Нарастает Причем Порогово Нарастает С рождением Первого ребенка Да Да А по ощущениям У нас то же самое По ощущениям У нас то же самое А вот мне Очень было бы интересно Услышать Кадровиков И бухгалтеров Которые занимаются Вот этими Как раз Расчетами Так же руководители Которые принимают На работу Вот к вам приходит Сотрудник На собеседование Да Там женщина Сотрудница Сотрудница Резюме Там с опытом И так далее Вы с ней беседуете И прикидываете Ну сколько она может стоить У нее есть какие-то ожидания Зарплатные А потом вы узнаете Или вы в самом начале Сколько вы хотели зарабатывать Да Трое четверти Ну к примеру Ну трое Нет Чтобы сразу Чтобы сразу Вот этот порог Увидеть Один ребенок Ну что Мне кажется Давайте Значит смотрите Вы кадровик 788-107-0 Вы работодатель 788-107-0 К вам приходит женщина 788-107-0 Это телефон в студии Вы думаете Чего я отвержу Думаете Что меня заело 788-107-0 Это телефон в студии К вам приходит женщина И вы с ней беседуете И кажется Все устраивает Потом она объявляет Да ну у меня Вот сказать Там вот есть Двое-трое детей Ага Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Нина Нина да А как это понимать Вот у нас Если вообще В нашем капиталистическом Бракобедии Да Если вообще Ребенок родится У женщины Одинокой Ее вообще Сразу выгоняют С фирмы Как это понимают У вас есть подобный пример Да конечно есть Есть Что за фирма В какой сфере она работает Ну не важно Не важно Не важно Не важно Не важно Это есть некое впечатление Пожалуйста Пропитайтесь этим впечатлением Нет проблем Потому что вообще Выгоняют с фирмы И все Маркобесе Русского капитализма Полагает Нина 788-107-0 Все таки Кадровики И работодатели Неужели все В Куршевеле Решительнейшим образом Позвоните и скажите 788-107-0 Вы беседуете с женщиной В общем устраивает Весь опыт ее Понятно Что она неплохой работник Алло Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Вячеслав С Новым Годом С Новым Годом Вячеслав Скажите Если вы беседуете Ну вот я директор Компании Где работает 250 человек Это производящая И научно-производственная Вернее компания Я вам скажу Во-первых Никто не позволит Женщину с детьми Уволить Это понятно Если она уже принята Ее со свистом Суд восстановит И я как директор Буду наказан Это если она Извините Но можно вас вернуть Это если она уже принята А вот она приходит К кадровику Теперь Она приходит К кадровику Если ко мне приходит Женщина У которой есть дети На работу Никакой разницы В зарплате Она не получит Проблема в другом Я Вы понимаете Да Что сегодня Больничный лист По болезни Значит Такая штука Благодаря которой Человек теряет Очень много Да Да Понятно Да Там папа первые Три дня Если у меня Человек заболел Неважно Мужчина Или женщина И он болеет Неделю То конечно Я ему ставлю табель А если дети заболели Это принцип Она же может брать Но когда эта дама По уходу за Один Непрерывно сидит Дома То я ей говорю Дорогая Это такие Издержки для меня Что тебе придется Брать больничный лист Вопрос у Настя К вам Секундочку Секундочку Вопрос Еще чисто техническое Может быть Отставание Если у вас В декрет Уходит сотрудница Раз Два И пособие По ребенку Платит Государство Вам возвращает Вам в бюджет Вашей фирмы То потом Вернувшись Через пять лет Например Она возвращается На тот прежний уровень Зарплаты С которого она ушла Пять лет назад Правда Ну конечно За который Много чего изменилось Ее нерожавшие подруги Уже каждый год Там или каждые два года Получали повышение Ну де-факто Она наказана За то что родила Повышение ведь Вещь-то какая Кадровик дальше не растет Кого он может вырасти Кадровик Вот у меня Женщина работает В бухгалтерии А если она не из кадров А из другого отдела Из другого Конструктора Например Она была конструктором Она осталась конструктором Она главным конструктором Не стала Нет Но согласились же Что если она не рожает То она делает карьеру И когда она возвращается Например у вас Две женщины-конструкторы Да И та вернулась Через пять дней Отстрелялась Вот у нее трое детей Там двое детей А ее соседка Сделала за это время карьеру Она сделала карьеру Если она способностями Обладала Верно То есть все равно Это наказано За то что рожала Жизнью наказана Ну как Ну потому что Да Это не значит Что я мироед Который Нет Мало того Я вообще-то врач И считаю Что для нас сегодня Важнее Что женщина беременет и рожает Чем работает конструктор Ну конечно Но как-то это надо поддерживать Но объективно Я ничего сделать не могу Спасибо С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом Слушайте Значит она де-факто Все равно наказана Вот испанка пишет Это Кармен Санчес Сильва Она пишет об этом И де-факто Все равно наказана женщина Деньгами Да Но она наказана Детей Она вознаграждена Вознаграждена Нет Не знаю Они Потом что Покормят тебя дети Ну это как воспитаешь А Понимаешь Ладно Погнали 10.55 В движении Русская служба новостей В движении 7-8-8-107-0 В движении Где едете Что видите Расскажите нам О движении в Москве Что Все чисто Все чисто Там где было 3 года Сделалось 2 Знаете Потому что Грейдеры правда Как-то с Кучей эти Сволакивают Нам на один ряд Пол ряда Закрывают С одной стороны Пол ряда С другой Ничего не поймешь 7-8-8-107-0 В движении Расскажите нам О движении в Москве Засады Что-то в милиции Нет совсем Кто-нибудь Видит милицию живую Позвоните 7-8-8-107-0 Если вы видите Милицию А куда она делась Вся милиция Это поразительные праздники Когда почти никто Не шакалит Оо Здравствуйте Доброе утро Как вас звать Меня зовут Ольга Да Ольга Я не знаю Вы великий В сторону области Да Скажите что там Замечательное движение В обе стороны Даже там Где строительство Эстакады Все чистенько Да Абсолютно Роскошно 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 Не прячутся там Гайцы Знаете Вот после сужения У эстакады Есть там 70 км в час Ограничения И за ним За поворотом Иногда Слева На разделительной После моста Стоят гайцы Нет Пока не доехала На начале Там небольшая авария Но уже машину Убрали на обочину Там гайцы Хорошего дня вам И хорошего года Счастливо До свидания Ольга Мы переходим К рубрике Спорт Да мы с Анастасией Оставляем вас Мы пойдем И проживем В этот вторник 5 января Продолжение следует...